Продолжение следует... Я мог бы оказать всему миру неоценимую услугу и прикончить тебя, Орлор. Жаль, но мне еще может пригодиться твоя помощь. Мира, сделай одолжение. Присмотри за ним. Конечно, Рейнар. Я присмотрю за этой гадюкой. Причем совершенно бесплатно. Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь Старсонеса? Ты вела запись, когда напали зерки? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Меркска? Меркск. Арктур. Бывший офицер конфедерации. Гражданский геолого-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации сыны Кархала. Статус преступник. Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-α. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я. Лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге. А теперь ты хочешь надравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протасы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его до тла. С ума сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Продолжение следует... С ума сойти. Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стервятниках. Чистой воды самоубийства даже в мирное время. А уж в наших условиях и подавно. Полегче, свон. Стервятник спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую? Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, свон. Таких не любят. Шибко умный ты, свон. Шибко умный ты, свон. Шибко умный ты, свон. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Продолжение следует... Зерги наводнили планету, и никакие силы не могли остановить их. Это был черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить. В тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да, я боролся со старой конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки на «ты». Далее в программе. Аллергия зерглингов на лимонный сок. Бабушкины сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества. Если позвонит Нира-хан, я... Ну, в общем, я занят. Мёбиусы, наконец, оправились после бегства от зерков и устроились на новом месте. Они сообщили, что следующий артефакт находится на милой планетке под названием Тифон. Вот он. Тифон. Хм. Неплохо выглядит, а? Да, сенсоры показывают... Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. Никогда такого не видел. Погоди, Мэтт. Что это значит? Это значит, что через несколько часов звезда взорвется и превратится в сверхновую. А до тех пор планета будет охвачена волнами огня. Огонь. Почему всегда огонь? Есть и хорошие новости. В этом районе у нас значительные запасы провизии, поэтому вам не придется строить хранилище. Ну, хоть что-то. Итак, где наш артефакт? Вот здесь. Прямо посреди целой тучи протасов. Мы можем перемещать мобильные здания, чтобы не попасть под волны огня. Все, что не сможем увезти, придется разбирать на материалы. Ты что, спускаться туда собрался? Не дрейфь. До взрыва солнца еще несколько часов. Тогда давайте заберем артефакт и смоемся, пока это ваша королева клинков не заявилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...